Всем приветик! Доброе утречко! Как видите, мне легче не становится. Сижу я на таблетках, потому что проснулась с адской головной болью. Дотрагиваюсь до головы, она у меня тоже безумно болит. Вот решила сейчас покушать блинчиков с вареничком. Надеюсь, что мне станет легче, потому что за вчерашний день я съела вот тот единственный бутербродик, который я показывала. И второй мне просто не пошел. И сейчас еще выпью чаечка. Надеюсь, мне станет от чая легче. Кофе пить уже сегодня я не буду. Только чаечек попью и все. Помыла я голову с надеждой, что мне просто станет легче от того, что вот горячая вода, чистая голова, хотя она, в принципе, у меня грязная и не была, но уже просто нету сил. Я уже иду на все меры, которые только можно и нельзя, чтобы перестала болеть эта голова. Это просто ужас. Я не знаю. Может быть, у вас есть какие-то способы. Я уже ей грела, я охлаждала, и таблетки пью. И я уже даже пошла на метод не пить кофе. Просто не пить кофе, пить сегодня целый день горячий чай, чтобы хоть как-то мне стало легче. Не знаю. Сейчас немножко посижу, выпью чаечек, пойду, полежу. Может быть, станет хоть как-то. Хотя всю ночь я спала, и у меня болела голова. И утром, когда я открыла глаза, я так думаю, боже мой, голова не болит. Как хорошо. Поднимаю голову и понимаю, что адская головная боль, она до сих пор есть, и она никуда не ушла. То есть уже настолько болит, что вот я дотрагиваюсь до головы, и я чувствую внутри боль. То есть болят мозги, болит череп. Но болит уже всё. Всё. У меня нету сил. И, вы знаете, я даже вызывала скорую, чтобы они приехали, что-то сделали. Но они просто сказали, что на головную боль скорая не приезжает. Так что так. Ладно, буду я пить чаечек всем, кто сейчас завтракает. Приятного аппетита. Прививаю себя немножко в порядок. Сейчас снова хочу выпить чаечка. Мне вроде как уже и легче становится, и вроде как ещё нет. Легче в плане того, что уже не такая сильная головная боль, но ещё какой-то туман в голове. Ещё глаза очень сильно реагируют на свет. Поэтому я сейчас сижу в полнейшей темноте, и очень даже не хочу никуда выходить и ничего делать. Но через часик надо будет уже топать за Китюню и в школу, забрать её. И готовится к завтрашнему дню. Надеюсь, много уроков ей не задали. И мы с ней сделаем всё очень быстро. Вчера мы с ней сделали всё очень быстро. И они даже с папой же, как я говорила, успели сходить на фильм «Паддинг», там, вторую часть. Очень ей понравилось. Я бы сама с удовольствием сходила. Но с моим состоянием здоровья вообще никуда не хочется ходить и ничего делать. В общем, буду я снова пить чай. И, наверное, сейчас я, может быть, съём бананчик. Не знаю. Подумаю. Вы знаете, кто тут? Тут не только попа-симбы. Тут ещё кто? Опа! Собачуры мои тёпленькие спрятались. Не люблю, когда они залазят в кровать. Но всегда они тут. У них есть их место. Там есть одеяло. Там есть подушка. Но они всё равно залазят в кровать. Ай, собаки, собаки, собаки. Смотрите, как она сейчас туда залезет. Не, Шанчуська, не залезешь? Что, Мишка? Шанте, холодно? Холодно, да? Смотрите. Хоп, хоп, хоп. И ушли. Всё, у меня нету собак. Мне уже стало немножко легче. Голова уже не так сильно болит. Но ещё туман в голове какой-то существует. Я уже даже глаза могу открыть полностью. Но, правда, на свет глаза ещё реагируют. Так что я ещё в таком полумраке нахожусь. Собаки тут мёрзнут у меня. Лежат под одеялом, как вы уже видели. И сейчас уже пол первого. И я собираюсь потихонечку идти за Кирюшкой в школу. Заберу своего котёнка. Будем с ней делать уроки. Боже, что мы ещё делаем целыми днями? Уроки, 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 уроки. Школа, 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 школа. Я, честно говоря, не помню, чтобы я вот так вот всё время делала уроки. Или нам их задавали меньше. Непонятно. Но сейчас мы с Кирой практически постоянно делаем уроки. Или просто я уже забыла, что у меня было в первом классе. Не знаю. Не помню. А вы помните? Я не помню вообще. Ладно, буду я собираться. Только что нож забегал домой и принёс лизуна. Такого маленького. Правда, я просила большого. Но принёс маленького. Что я хочу сейчас с этим лизуном сделать? Я хочу почистить клавиатуру. Сейчас я попробую это сделать. Сначала я попробую его открыть. Этот лизунчик. Лизун-туалет. Прикольно. Наверное, в Бакирюшке было это прикольно открывать. Но открою я. Вот такой он тут. Вообще интересно. О, ну это не лизун. Это больше как пластилин. Но всё равно. Вот такая вот штука. И сейчас я этой штукой попробую почистить клавиатуру. Посмотрим, что у меня получится. Так, ну что, приступим? Правда, он должен быть жидкий. А этот не жидкий. Даже не знаю. Получится ли? Я думала, реально думали, что ты разбился, а я? Так. Это не тот немножко лизун. Это больше как жвачка для рук. Что сказать? Как бы у меня даже почти получилось. Ещё, конечно, нужно потрудиться. Но результат виден налицо. Очень даже хорошо получается. Так что чистенький компьютер становится. Что-то я совсем уже с этим лизуном заботилась. Зачистилась. Надо за кирой бежать. Всё, наконец-то я уже выбежала. Когда не болит голова, результат виден налицо. Потому что сразу же становится намного легче. На улице такой морозец. Холодно. Всё замёрзло. И солнце светит так хорошо. Но всё равно холод я не люблю. Пойду заберу котика и пойдём домой греться. Горячим чаем. Привет. Привет. Я забрала Кирюшку со школы. И девочка написала послание. Не написала. Она это нашла. Нашла. Покажи это послание. Смотрите, что здесь за послание. Вот такое вот ТБИ. Как вы знаете, это сейчас популярная штука. И здесь нужно найти разные буквы. И что здесь написано? Я уже нашла. Смотрите. Н, О, Р. Мы и А. А вот А. Ага. И тут мы что разобрали написано? Мы разобрали мороженое. Я сейчас покажу все остальные подсказки. Я вам всё расскажу. Вот так вот. Ого. У неё там не одна подсказка. Это уже давно. Уже две недели назад. Ого. Это вы так в школе играете? Ничего себе. Вот. После того, как мы нашли вот такую... Сначала мы нашли вот такую подсказку. Вот такую? Тут было написано ТБИ. И я тебя найду, Ира. Ищи подсказки. Ага. Вот. И мы искали подсказки до сих пор, пока Настя не нашла вот эту подсказку. Ого-го. Ничего себе. Что здесь такое? Кира. Кири. Знак вопроса. И лабиринт какой-то. Да. Или карта. Настя говорит, что это может быть карта. Или лабиринт. А я говорю, что это лабиринт. Но. Настя думает, что вот это, это кинотеатр. Я тоже думаю, что это и кинотеатр, или мороженое, или тарелки там, где продаются, и посуда. Но все-таки Настя была очень в точку. Да, это был кинотеатр. Потому что нашли мы другую подсказку. И какая другая? После этой подсказки мы нашли вот эти цифры. Три, четыре, п. Или р. Или может быть д. Но, если правильно посчитать, это три, четыре, п. И как понятно, я вчера была в кинотеатре Паннингтона, и там, я не знаю где, были в метро вот такие цифры на стене. Были они белым цветом, вот так. Нарисованы три, четыре, п. Но могла, если что, Настя просто списать это. Но Настя говорит, что она это не писала. И это не Настин почерк. Мне даже что-то сложно сказать, потому что я уже даже запуталась. Будем ждать следующего дня и следующих подсказок. Вот, я нашла три, четыре, п, но и нашла кинотеатр. Это был правильный ответ, кинотеатр. Но это может быть еще классики. Должно быть раз, два, три, четыре, пять. Пять кубиков и два прямоугольника. Или это мороженое. Мы не могли разгадать это. Потом, после этой подсказки, мы нашли сегодня вот эту подсказку. Ты бы есть. И мы не могли разгадать мороженое или тарелки. Так что, нам пришло вот это послание. Вот эта подсказка. И тут М. Первая была мы. Ты бы и мы. Потом я нашла А. Вот так. Видно, Ма? Да, да, да. А. Потом Ма. Потом нашла Р. Вот. А. Угу. О. О. Да, есть такая. Ж. Ой, какая маленькая Ж. Ничего себе. Да. Ж. И. Да. И. Да. Их был А, Ж и Р нелегко было найти. Но все-таки мы все нашли и отгадали мороженое. Значит, нам теперь надо где-то искать вот это мороженое. И найти все подсказки, которые... Следующую подсказку, чтобы понять, что нам дальше искать. Вот так. Понятно. Ну, хорошо. Теперь я пойду посмотрю, что у тебя там в школе было. В общем, в школе все хорошо. Но я хочу... Как всегда, есть плюсики, есть минусики. Но мы эти плюсики и минусики оставим в секретике. Да, Кирюшка? Да. Все хорошо. А, Кирюшка, все со своим ты бы ей никак не можешь. Мы еще с Настей думаем, что к этой подсказке не конец. Потому что 34-й подъезд может быть. А может, это 34 рубля стоит мороженое? Мама, нет. Нет. 34-й подъезд. Может, 34-й подъезд. Но наверняка 34 шага до подъезда. Может быть и так. Ладно, пока Кира там разгадывает ребусы со своим ТВИ, я пойду. Что, Кирюшка, сделаю тебе? Кушать. Да, сделаю тебе покушать, ты собираешься со своей подсказкой, обязательно их храни. Потому что что? Каждая подсказка очень важна. Да. Пошла готовить. Все, уже все приготовила. У нас будет борщик. Солька. И чего-то сильно очень захотела я, лука. И лизуна. А, Кирюшка пользуется лизуном. Вот так. Делаем формочку, вытаскиваем. Которая не очистила компьютер. В общем, он еще не умер и остается теперь Кире в Игры. Что это ты делаешь? А-а-а, пуколку. Да, смотрите, как можно еще делать. Так. Это что? Подожди, я еще... А-а-а, сейчас она кое-что сделает, невероятное. А-а-а, давай, попробуй. Думаешь, у тебя получится? Да. А-а-а, давай. Тут дырочка. Надо сделать снова, только аккуратно и без дырочек. А-а-а. А-а-а, как это делать? На самом деле это делается с другого лизуна. Это делается очень легко. Может, вот так? Да-да-да, именно так. Все. Теперь дуй. Вот так вот. Видите, что можно делать с лизуном? Я покушать хочу. Все, приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Все, мы покушали, и у нас теперь время уроков. Кирюшка уже сидит за математикой. У нас такая интересная задачка сейчас. И вот надо написать условия этой задачи. Как задачу решить, я-то поняла. А вот условия написать, я чего-то даже не понимаю, как и что нужно придумать, чтобы написать условия этой задачи. Сейчас я покажу. Вот она, задача 563. В общем, с одной грядки собрали 10 кабачков, с другой грядки собрали 8 кабачков. Все кабачки положили, будет 3 корзинки в каждую поровну. Сколько кабачков положили в каждую корзинку. Это я все понимаю, как решить задачу, это легко. А вот именно записать условия было, осталось, сколько будет. Это вот так. Забрали. Пиши-то не з, а зибрали полностью. Забрали. Потом. Потом поклали. И с килькой. Залышилось. Ну, давай сейчас попробуем что-то сделать. Давай. Смотрите, мы думаем, что это надо сделать так. Вот собрали первая грядка, вторая грядка, положили в первую корзину, во вторую корзину и в третью корзину. Ну, и уже тут решение. В общем, мы думаем, что это будет так. Будем так, Кирюш, делать? Надо хоть как-то. Ну, давай тогда попробуем. Давай посмотрим тут. А это то, что нам второе задали, да? Да. О, зайка, подожди. Тут мне надо перевести это все на русский язык, чтобы понимать, о чем речь. Потому что я не понимаю на украинском языке. Чего я не понимаю на украинском языке? Потому что я, в принципе, училась в русской школе. Институт у меня тоже был на русском языке. И как бы... Ну, и я сейчас тоже общаюсь на русском языке. А уже наши дети, вот у меня уже брат с сестрой, они обучались уже на украинском языке. И сейчас для меня вот эти все правила, все выражения математические, выражения литературные, на украинском языке очень тяжело даются. Мне приходится их всех переводить на русский язык, чтобы я понимала, о чем идет речь. Потому что вот эти вот ведемники, резницы, суммы и вся вот эта вот вещь мне тяжело. В общем, мы будем сейчас все переводить, делать уроки и результат, скажем, получилось у нас или не получилось. И за какое время мы все это сделали. Смотрите, сейчас у нас без двадцати пяти... Да не, без двадцати три. Во сколько закончим, во столько и вернемся. Ребята, знаете что? Мы сделали уроки, которые у нас сейчас час. Пять часов! Начало... Каких пять? Десять минут. Десять минут шестого. В общем, мы все сделали. И Кирюшке осталось только нарисовать жаворонка. Так что она сейчас будет рисовать жаворонка. Я пойду сделаю чаечек и будет... Что, Кирюшка, ты будешь делать? Ничего, у меня что-то опять начала голова болеть. Боже мой, это просто перемена погоды. Это давление, оно меня выматывает из себя. У меня не хватает терпения и сил. Ну хорошо, хоть вчера я уже все наделала, все приготовила. Даже в том состоянии, в котором я была. Вот. И сегодня мне, грубо говоря, ничего делать не надо. И вот уже пять часов. Кстати, вчера мы тоже где-то в это время закончили делать уроки. Потому что они с папой поехали в шесть в кинотеатр. Так что сегодня тоже они отдыхают. И Кирюха сейчас будет рисовать жаворонка. Сейчас покажу, она на планшете нашла жавороночка. Сейчас она его нарисует. Тут у нас был целый рассказ про то, как поет жаворонок. Перерисует, разукрасит. Да, Кирюша? Какого цвета жаворонок? Тоже какой-то серо-коричневый. У пташка, как воробей. Как для первого раза он толстенький. Толстенький, прикольненький жавороночек. Он уже на курицу. А чего, Кирю? Просто ты здесь... Смотри, вот такой. Да, очень похож. Ну, тут можно немножко уменьшить. Сделать ножки и разукрасить. И все будет супер. А, это ты показаешь. А что это такое у тебя? А чем это ты? Твою. И стирали. А, балди. Это у тебя лайфхак? Да. Ну что, посмотрим, какого жаворонка нарисовала Кирюху. О, какой красавец. Нереальный. Я смотрела, у меня черные глаза должны быть. Просто прелесть. В общем, вот такой вот жавороночек у нас будет. Ладно. Красотулечка моя. К школе собирайся. А я пойду выйду с собаками на улицу. Хорошо, Бусинка? Да. Или ты решила еще какой-то урок сделать? Я просто куклую домашнюю. Нет, давай уже сегодня отдыхай. Солнышко, оставь уже остальные уроки на завтра. Я завтра тоже выходная, поэтому мы завтра с тобой остальные уроки тоже сделаем очень быстренько. Хорошо, малыш? Да, смотри. Так что сегодня себя не перенапрягай. Хорошо, смотри. Тут прочитай слова... Просто склей вот тут главное, видишь? Это надо на ночь оставить. Ты все равно так не придержишь. Прочитайте слова близкие, зазначениям. Увечливый, привитный, любезный, членный, гречный. И с трема словами склады три речения, выберите властный. Это легкотня. Так что завтра сделаем. Кирюха, мне кажется, твоей Лили надо внимание. Она давно не получала внимания и заботу. Почему давно? Когда тебя не было, я только ей внимание и обращала. Серьезно? А сейчас я есть, ты обращаешь внимание все на меня, да? Да. Как мне повезло. Лили, понятно? Сейчас я выходная и я голова. Вот, смотрите, что я извешивала, что я взяла. А, да. Вот так. Давайте чуть-чуть снимем и пойдем туда. Ой, 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 ой. Да. Почему она вот так падает? Потому что тут нам могут идти. Так, Ирюшка сама сделала соску для Лили, кстати. Дай покажу. Я купила соску. Обрезали саму силиконовую сосочку и сюда приклеили магнит. Перепробовали кучу магнитов, которые у нас были на холодильнике. И единственный вот этот вот, что Мишка такое? Единственный этот магнит, он подошел, чтобы у Лили она держалась. И теперь у Лили вот такая вот сосочка красивая получилась. Смотрите, она вот тут в углу будет сидеть. Вот так. Я ей сейчас дам. Ага, она будет сидеть и играться, да, доча? Да. Понятно. Что, гулять хотите, да, собаки? Сейчас идем. А я сейчас дам ее любимую куколку. Давай только ты, наверное, котик, вот этот вот весь хламидиоз поубираешь и в школе подготовишься. Хорошо. Ты же эта, у тебя же была другая. Какая? У тебя, по-моему, была вот эта самая любимая, которую тебе Вероника сломала. Мы ее ногу склеили. Так у меня три... А потом у тебя была... Ну, короче, у меня все любимые. Вот так вот, наверное, надо было и начинать, что у тебя все любимые куклы. Ну, короче, но это самое любимое, потому что у меня кошки нигде нету. И волк тоже такая популярная, вот эти две очень популярны, потому что это кошка, а это волк. Все, у меня больше таких нету. Вот, например, вот эта, это принцессы, принцессы. Вот, а вот такие у меня только по одной паре. Из-за этого они любимые. Еще вот эта, она у меня такая знаменитая, потому что она одна у меня очень гимнастическая. Потом еще вот эта, она у меня самая любимая, потому что она единственная драконь, она единственная королева, ну, единственная принцесса. Ну, не единственная, но единственная такая... Ну, короче, вот эти похожи. Эппл Уайт и Белоснежка. Кстати, Белоснежка, мама Эппл Уайт. Серьезно? Да. Точно. Так, хорошо, гуляй. Вот, кстати, подождите, Белоснежка очень сильно изменилась. Она стала, ну, не такая, совсем не такая, потому что она же уже родила ребенка, ребенок уже в школе, в 10-м классе. И, конечно же, не может быть уже Белоснежка вот такая молодая. А это ты рассказываешь, в общем, про мультик, я так поняла, Ever After High? Да. Все ясно. Му-м-м-м-м-м. Пошли, собаки, гулять. И что вы тут делаете? Кирюшка. Я кашу делаю. Кашу? Для кого? Для Лили? Ну, для кого блинчики делаю. Кому? Для Лили. А, я же говорю, для Лили. А то слышу, что-то тут шумно как-то стало. Оказывается, Кира делает блинчики для Лили. В общем, переводит продукты, да, Кирюшка? Угу. 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 А можно сковородку? Нет, конечно. Почему? Тут что. Ну, для Лили, я думаю, можно сделать искусственные блинчики. Так, я, наверное, вот эту каблетку. А, говорю, для Лили можно сделать искусственные блинчики. Ты лучше возьми мне водичку, наверное, пожалуйста. А как я их сделаю, если... Это как жидкость, вода? Слушай, а мне кажется, такому маленькому ребенку вообще блинчики нельзя. Да, жареные, а тем более большими кусками. Вот это можно залить ей в бутылочку и давать пить. И будет ей как манная каша в бутылочке. Манная каша у нас есть. Уже даже есть манная каша? А, нет, ну это не манная каша. Это у нас овсянка. А, овсянка, да. Да, это будет... Ну, ты прям все туда, Кирюха. У тебя просто... А вообще-то тут должны быть блинчики полные. Но я еще добавлю не тот ингредиент. В общем, все, что... Лили, тебе повезло. Ты будешь очень вкусно сегодня ужинать. Да, Кирюха? Да, я уже чувствую. Уже чувствуешь. Я уже чувствую. Зайка, помоги, пожалуйста, мне водички сюда. Налей. Сюда воды? Да, налей, пожалуйста. Потому что у меня очень сильно начало снова дырить голову. Давай, подержи, Лили. Нет. Ой, соска упала. Он у тебя уже сидеть умеет? Какая прелесть. Не умеет. Растет не по дням, а по часам. Она не умеет, потому что я его так много подставила. Она держится за мою ману. Ладно, ладно, давай, он мне водички налевал, я запью таблеточки. Меня, Лили, все-таки нельзя вызвать. Смотрите, какая у меня помощница. Мамина помощница. Так, аккуратненько. Спасибо, Санюшка, мне много не надо, спасибо. Огромное, огромное спасибо. Теперь закрой, пожалуйста, бутылочку. Я выпью таблеточку. Она у меня только вот так сидеть. Благо, честно, что-то. Зайка, ты знаешь, что ты не сделала? Ты еще, по-моему, не приготовилась к школе. Я тебя просила, просила, зашла в комнату и увидела, что там ничего не готово. Ты просила, поубирала. Да, и ты даже этого не сделала. Правда? Поубирала. Горе, горе, да. Посмотрите, какие орхидеи у меня красивые. Вернее, не у меня, у моего мужа. Потому что, на самом деле, за ними ухаживает непосредственно он. Вот здесь вот. И вот здесь вот тоже они растут. Они у нас всегда, всю зиму цветут. Маленькие, 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 маленькие. Вот она маленькая. Они маленькие не цветут. И вот здесь вот маленькие. Что-то они не хотят. Они уже отцвели и все. А вот эти большие, просто красота. И в комнате еще две станут. Ладно. В общем, на этой замечательной ноте я снова пью таблетку. А покажи, какая она. Что это, Рамон? И иду уже, наверное, сегодня отдыхать. Потому что не знаю, насколько меня еще хватит. И вам уже на сегодня спасибо, что были со мной. Спасибо, что были с Кирюшкой, с Лилюшкой. Где там? С собачушками. Да, Кирюшка? И с Лизуном. И с Лизуном. В общем, всем пока-пока. Пики-пики-пики-пики-пики-пики.